так дорогие друзья приветствуем канале сегодня мы поговорим про смартфон poco m3 pro 5g это смартфон которым я лично пользуюсь которым я буду пользоваться которым я планирую пользоваться который я брал для себя попользовался им более двух недель и это реально аппарат который на конец 2021 на начало 2022 года он как раз четко соответствует тем критериям которые я к нему предъявлял его чем в нынешних реалиях рынка он выглядит вполне неплохо за свои деньги в местной рознице он стоит около 200 долларов вот эти волшебные скидки какие-то акции на алиэкспрессе все описания ролики форумы где я вижу какие-то ссылочки на алиэкспресс на тему я туда перехожу нету там вот этих волшебных цен под 10000 рублей везде poco m3 pro даже 464 везде он стоит в районе 13000 что соответствует местной рознице потому эти предзаказы с алиэкспресс как по мнению это какие-то очередные сказочки которые уже не актуальны если сравнивать его с версией m4 pro 5g да у него чуть-чуть хуже экран может быть чуть чуть хуже камера нету стереозвука но он объективно стоит дешевле дизайн мне нравится больше потому я остановился на конкретно модели m3 pro 5g процессор dmnst 700 можно долго говорить там про экран про какую-то максимальную подсветку про громкость звука про насколько децибел у него там выдает его динамик вибро моторчик там с какого материала у него там что сделано это все понимаете для теоретиков его качество изготовления она полностью соответствует тем ожиданиям и делает его пригодным для эксплуатации все потому что вот это вот эти разговоры про то что в каком-то аппарате более яркий экран где-то громче звук где-то этом не знаю что-то еще там на миллиметр меньше или на миллиметр больше это не имеет никакого смысла потому что аппарат ну нормальный качественный всего сложно рекомендовать все но если вы от ищете за минимальные деньги бодрый такой нормальный процессор это dmnst 700 повторюсь он в чем-то похож на медиатек helio g90 в чем-то чуть слабее в чем-то чуть мощнее но у него при этом есть технологии 5g да на данный момент она бесполезная в наших странах но тем не менее это все указывает на то что процессор актуальный современный выполненный по техпроцессу 7 миллиметров повторюсь я этим аппаратом доволен потому что у меня нету критических каких-то к нему замечаний камера нормальная качество возможно да но не идеальная но за эту цену там 12 13 14 тысяч это вполне соответствует тому что есть на рынке я не видел ни одного смартфона который бы за такие деньги обладал всеми качествами конкретно в одном корпусе в одной трубке в одном устройстве чтобы хороший звук и хороший экран и хорошая камера и чтобы не грелся и чтобы долго держала батарейка еще бы еще дешево сто то фантастика таких смартфонов просто не бывает все эти аппараты такие бюджетные средне бюджетные до 20 тысяч рублей либо там до 200 до 250 долларов они все компромиссные это нужно понимать это нужно учитывать если вы понимаете скажем слабые стороны такого смартфона то он вас порадует если вы хотите за минимальные деньги флагман то в трес фантастики не бывает минимальный аппарат который дает ощущение флагман это пока f3 но он стоит уже 400 долларов это совершенно разные аппараты совершенно разная ценовая весовая категория в общем то такой у меня вышел на сегодня отзыв аппарат мне нравится я планируем как минимум около года пользоваться пока не куплю что-то другое к следующему новому году такое было мое мнение всем пока